Сегодня в школу после затянувшихся зимних каникул вернулись начальные классы. Чем занимались дети на каникулах и почему в школе играет музыка, узнавала Регина Васильчук. Урок начинается с самбы. Это перемена в шестой школе. На танцполе первый класс. Главное заводила Изабелла. Со своим партнером за 10 минут станцевали вальс, чачачай, самбу. Остальные подтанцовывают, кто-то хлопает, кто-то сидит тихонечко на лавочке. Сегодня первый день после каникул у начальной школы. Дети просидели дома лишнюю неделю. Что на каникулах делала, расскажи. Я учил уроки. Я гулял на улице. Ехал куда-то в парк с мамой. Я читал то, что нам задали и свои любимые книги. А еще Никита на каникулах заполнял дневник благодарности. Сюда дети записывают все, за что они благодарны. Это изобретение его классного руководителя. А вот танцы на переменах уже изобретение детей. Это сами дети предложили. У нас есть танцоры в классе. И нам хотелось интересно проводить перемены. Так получилось, что начальная школа ходила в школу. Старшей школы не было. У нас было много свободного места. И мы пытались это использовать для того, чтобы получать удовольствие. Ну а в соседнем классе тишина. Здесь тоже уроки, тоже у начальной школы. Только дистанционный. Ученики второго класса тренируют произношение. Мы не говорим «ох». Мы говорим «э», «в». Хорошо? Английский и второй родной язык у начальной школы проходит онлайн. Диана Дмитриевна говорит сложнее всего с первым и вторым классом. Пишут и читают они плохо. Поэтому весь урок приходится разговаривать или показывать картинки. Сложности есть и с домашним заданием. Я смотрю, если это что-то посложнее, то тогда я записываю короткое видео, типа инструкции, видеоинструкции по домашнему заданию. И тогда можно, конечно, уже спокойно быть уверенной в том, что ребята справятся с домашним заданием, и у родителей будет меньше вопросов, потому что английский не всем знаком. А после третьего урока все в столовую перед едой обязательно мыть руки и обрабатывать антисептиком. За одним столом сидят только одноклассники. За пару минут тарелки от супа пустые. Кирилл уже доедает кашу. Такой голодный был? Да. Что больше нравится в столовой, когда дают? Ну, куриная котлета. И больше. А вдруг вы что любите? Ну, мне больше всего нравится куриная котлета и суп с рюкодельками. Любимую всеми куриную котлету скоро смогут попробовать выпускные классы. Пока приказа об их возвращении в школу нет, но учителя считают, уже пора. Ребята в классных помещениях получают более прочные знания. Существует тесная обратная связь, когда преподаватель видит ребенка, видит его индивидуальную работу, может скорректировать ее и так далее. Понятно, что сегодня это мировынужденное дистанционное обучение, но работа в классе – это другой уровень качества знаний учащихся. Что касается остальных классов и студентов, говорить об их возвращении в школу начнут ближе к февралю. Решение примут исходя из числа заболевших учеников. Регина Васильчук и Леонид Мостак. ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова